друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребятки огромное вам спасибо за вашу поддержку ну а также своих хороших и добрых зрителей я спешу поздравить с рождеством христовым друзья мои здоровья счастья любви всяческого благополучия пусть сбываются самые сокровенные мечты всего самого вам наилучшего берегите себя берегите своих родных и близких ну что друзья мои пока уралка так скажем отдыхает да то ли там в караоке так и осталось друзья мои то ли собственно в номере лежит как говорится даже не удивлюсь если и на завтрак не попали потому что встать им было ну вообще никогда да то то вы знаете что происходит мне мои зрители пишут галя уралкина хомячьё прямо табунами несется на твой обзорный канал под последний обзор ребят ну что делать у них там санитары в палате номер 6 разбежались кто куда да и вот собственно пациенты тоже побежали кто куда ну да ладно ребят а я сегодня хочу поговорить про ириху про подружайку уралкину а там друзья мои а там есть о чем поговорить я бы собственно сегодня про ириху даже бы и не вспомнила если бы не мои зрители в телеграм-канале которые начали скидывать то ирихины вот эти вот кулинарные шедевры на которые вы знаете без слез не взглянешь сейчас мы к этой теме обязательно вернемся то друзья мои а ирихины ответы ответы очень в очень хамской форме и знаете что хочется особо отметить да понятное дело когда тебе пишут комментарии неприятные да ты имеешь полное право как блогер я всегда даже вот кстати да чтобы я не говорила про уралку там так далее я всегда прекрасно понимаю что если им пишут какие-то оскорбления то оскорбление надо удалять и блокировать тех кто тебя оскорбляет я к этому всегда относилась нормально я всегда понимала и даже говорила что это нормально что уралка удаляет оскорбление в свой адрес да но почему-то друзья мои когда я начинаю удалять оскорбление в свой адрес в адрес моих зрителей мне начинает писать а не хочешь слышать правду нет мой канал не помойка поэтому вашего говна здесь даже близко не будет поэтому раскатали губенку а ну-ка быстро собрались пациенты палаты номер 6 закатали губежку и отправились как говорится бандеролью к своей уошной хозяйке вам там дорога ну что друзья мои сейчас а с вами перейдем к рихинам моментом и там будет в конце прям такая знаете очень такой некрасивый момент который был со стороны рихи я его оставлю вам на десерт ну что и риха и риха со всеми поздоровалась и рассказывает папа наш уехал папа уехал по делам да друзья мои такой деловой такой у них папанья сраилка деловой прям знаете куда деваться решила говорит постряпать пиццу ребят да ой говорит вчера пиццу заказали и вот сегодня прям так раззадорились и риха ты знаешь обычно когда вот накануне что-то заказываешь роллы там да пиццу а не важно что там что-нибудь там фастфуд какой-то или еще что-то наоборот наедаешься так но заказывают принято да побольше побольше чтобы ты наелся отвести душу как говорится и все и потом какое-то время этого точно не хочется но риха говорит вчера говорит заказали пиццу я так думаю что заказывали пиццу вчера ну собственно и не для себя да если для себя заказали они то по маленькому какому-то там кусочку понятное дело они не наелись да и собственно ну понятно им чтобы наесться надо конечно же понятно побольше там побольше они заказать не заказали и поэтому решили исполнить эту пиццу приготовить ее дом она говорит ой а у нас вот раньше у родителей выходные был говорит пирог с картошкой и был пирог с капустой ребят вы знаете вот когда она это сказала мне прям стало смешно я думаю все прекрасно понимают по какой причине по той причине потому что уралка рассказывала то же самое да про свою семью и вы знаете я хочу сказать в этом ролике эриха ну настолько пытается пытается повторять за уралкой что честно это становится смешно эрих ты знаешь твой канал становится неким придатком каналу уралки и это не есть хорошо у тебя нет собственной харизмы у тебя нет ничего интересного тебе нечем заинтересовать своего зрителя и ты действительно есть некий придаток каналу уралки то есть то что уралка говорит то собственно эриха тоже это говорит причем обратите внимание пирог который она приготовила с картошкой она точно так же там порезала картошку да она точно так же уложила куски сливочного масла она сделала все то же самое вот все тютелька в тютельку что делала уралка ну прям вот ну прям ну прям вот знаете вот прям вот все вот все взяла взяла и слезала прям с уралки далее друзья мои эриха говорит но она со своей дочерью значит там готовит эту пиццу говорит ну да ну да домашнее всегда все намного вкуснее эрих не смеши народ ты знаешь когда я вижу твои кулинарные шедевры мне становится страшно мне становится страшно даже не из-за того что это кто-то будет есть и пробовать мне становится страшно от того что ты вообще не понимаешь насколько визуально это смотрится ужасно некрасиво и неаппетитно и вот насколько я всегда говорю да у человека на башке такое самомнение такая высокая самооценка что ей не стыдно вот эти говноблюда выставлять на всеобщее обозрение ребят ну говорить что твоя твоя домашняя пицца вкуснее покупной пиццы да вкуснее пиццы которая продается допустим хорошая качественная в пиццерии да но это бредятина полнейшая но мало кто умеет приготовить такую пиццу мало кто умеет приготовить такое тесто да и вот чтобы было такое соотношение теста начинки и так далее все равно все готовят абсолютно по-разному но говорить о том что ты готовишь лучше нежели в хорошей пиццерии вот честно мне это смешно да это действительно смешно потому что эриха друзья мои у нас не может приготовить абсолютно ничего все мы помним прекрасно ее писечные вот эти вот сосиски в тесте да которые были похожи на пиписьки какие-то непонятные там вообще было похоже ужас что творился ну и собственно пиццу которую она нам продемонстрировала ребят я когда на это посмотрела мне стало страшно знаете когда эриха говорит ой а мы-то не готовили так много вот мы уже второго числа все подъели а некоторые до сих пор сейчас вот сегодня рождество а некоторые до сих пор сейчас подъедают салаты эрих чё ты мелешь шо ты несешь скажи мне пожалуйста шо ты несешь какие к чертовой матери салаты если салаты готовились 31 декабря ты вообще свою башку это соображаешь как можно их доедать 6 января ну как они уже все испортились окончательно и бесповоротно я не знаю откуда у них такие знакомые может берутся которые доедают вонючее что-то непонятно что короче ладно эрих ты представляешь мы уже столы накрыли заново на рождество на наш праздник прикинь да странно что ты все забыла если ты якобы отсюда в чем я очень сильно сомневаюсь короче друзья мои вы знаете да далее далее вот эти словечки тоже от эрихи чего ты позеваешь позеваешь говорит она своей дочкой дочке и тут же начала нам показывать пиццу которую приготовила она знаете я бы это не пицца я бы это не пирогом я бы это назвала какое-то непонятное то что вы знаете куром дают вот это вот непонятно что там лежала на по вот на этом тесте да какие-то яйца какая-то какой-то огурец зеленый друзья мои представляете да какая-то там курица все это с сыром все это непонятно какое боже это было просто ужасного блевотного вида еще все это с майонезом ребята это никакого отношения ни к пирогу ни к пицце вообще ни к чему даже близко не имеет я не знаю зачем было вот это вот готовить неужели есть самой не видно что это даже визуально смотрится просто ужасно ужасно не аппетитно отталкивающее какое-то зрелище в этот момент было так смешно ой а вот и папа пришел на запах пиццы друзья мои мне стало смешно мне это напомнило легка колесникова который тоже тоже был так занят так занят так занят и всегда тоже приходил на вот когда как раз таки уже что-то было готово короче у них там как всегда но друзья мои даже не это не на это я обратила свое внимание а на комментарии которые мне скинули девочки у меня в целиком канале и рихи написали в комментариях мусульманки с открытой грудью не ходят на что и риха ответила послушайте внимательно что ответила и риха а где ты увидела грудь то все еще не протрезвела что ли если кто-то не понял и кто-то не придал значения вот этим словам которые она написала в адрес другого человека то и риха я вам хочу сказать точно такая же как сарафан вот вспомните да вот нам после этого говорят уважайте их сарафана сраилку и риху они же вот такие вот да вот их уважаете нет я их не уважала и уважать их не буду давайте вспомним когда заставили извиниться уралку с сарафаном после зигования они вышли и типа пытаясь извиниться сказали а вы спите вообще пьяные мордами в салат это было сказано со стороны кишлачного чуни который сюда приехал даже гражданства не имеет и который позволил себе взять и весь наш народ всю нашу страну всех наших людей обозвать алкашами которые спят мордами в салат да и которые при всем при этом ничего не понимают и не слышали и вообще такого зиги даже близко не было так вот обратите внимание их отношения к нам их отношения к нам я говорю конкретно про сарафана про сараила который тоже уже не раз высказывался и про риху друзья мои кто-то считает что она местная из свердловской области я в это нисколечко не верю абсолютно я уверена что она оттуда откуда-то оттуда из кишлаков откуда-то оттуда смесь бульдога с носорогом это вот мое мнение что-то там вообще непонятное но дело даже не в этом всегда когда она высказывалась о нашей стране она всегда говорила ой тут проблемы и там проблемы и сям проблемы да 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 мне очень нравится там в кишлаке там очень хорошо замечательно мы туда поедем на пенсию ну да здесь уже все поимели мат капитал поимели и так далее туда да да все здесь поимели уже все что можно поиметь правильно потом пенсию здесь себе оформят и поедут туда жить в кишлак вот еще раз хочу сказать ей написали про мусульманок истинно да ей написали мусульманки с открытой грудью не ходят ей написали про мусульман женщин да на что она ответила да она могла бы ответить а у меня не открытая грудь или еще что-то да на что она написала где-то увидела грудь то эрих ну вообще-то у тебя грудь была открыта и руки у тебя в этой футболке были открыты грудь открыт или ты считаешь что грудь это когда уже и соски видно нет представляешь грудь вот декольте декольте имеется ввиду что у тебя была открытая грудь и прибавила все еще не протрезвела что ли то есть обратите внимание насколько они считают себя выше говоря о том что они типа не пьющие в рот не берущие друзья мои да а вы тут все говно на палке эриха что тебе хочу сказать ты действительно поистине смесь бульдога с носорогом закрой свой рот закрой свою варежку и сиди просто помалкивай я очень сомневаюсь что ты вообще местная потому что когда мне схватило одной фразы во первых мне хватило твоей внешности чтобы понять что явно не местная но когда ты проговорилась год тому назад находясь на даче уралки да ну и снега здесь всегда так много в екатеринбурге это вообще что-то с чем-то столько зимой снега никогда местная так не скажет точно так же как и наши местные никогда кто там живет на северо-западе в центральной там да на северо-западе на севере там страны тоже у которых зимы настоящие русские зимы никогда так не скажет столько снега на на жестокое снега да я понимаю если там у людей в краснодаре бы там снег бы выпадал бы каждый божий день такое количество снега сказать да вот нифига себе вот каждый день столько снега выпадает раньше снега не было да это одно но удивляться что на урале выпал снег но это может только человек абсолютно посторонний никакого отношения к уралу не имеющий короче друзья мои эриха хотела показать что смотрите какие они с муженьком истинные мусульмане какие они святоши а вы-то все говно вы еще не протрезвели эрих ты знаешь я уже приводила в пример знакомых таджиков которые у нас есть да которые помимо того что у них там большая семья они работают мужик у них вкалывает действительно работает так как работают наши мужчины работают те которые содержат свои семьи это знаешь этот человек еще всегда ходит ходит еще всегда по пятницам по моему или когда они там ходят значит как раз таки да молиться в общем туда-сюда и все на свете в отличие от ваших сраилов и сарафан которые только мусульмане как раз таки вот она да на всеобщее обозрение то есть вот они они говорят вспоминают по свою веру только тогда когда им это удобно да а так несмотря на то что сарафан вообще не работает мог бы собственно ходить посещать мечеть да сраилка тоже там работает через пень колоду но что-то как-то вот я не вижу чтобы он знаете был такой очень верующий человек ни один ни другой но эриха молодец всех всех причесала то есть она то истинная мусульманка себя таковой считает да она не пьющая да да видели прекрасно да как говорится вас не пьющих видели два года назад когда возиговали когда на новогоднем столе стояло четыре бутылки алкоголя из них две бутылки были крепкого алкоголя кроме тебя кроме такой же мусульманки марьяхи кроме сарафана и сраила за столом были еще две твои девчонки ну и кошка дуня больше никого не было но это к вопросу о том что они не пьют все все поняли уже давным давно вы знаете и мне еще понравился вопрос ей задали у вас вся семья мусульмане это дуркой сказки морозка отвечает да ребят представляете как она сдала себя с потрохами ей пишут а я думала только и сраил а еще пишут а ирина а ваша мама тоже мусульманка она она такая пишет нет и данная информация вам для чего да для того что тебе задали вопрос у вас вся семья мусульмане она пишет да какая у тебя семья мусульмане когда ты сама уверяешь что ты местная со свердловской области что ты и что ты была православная какая у тебя семья мусульмане когда ты рассказывала о том что у тебя мама папа да абсолютно другой веры а ты поменяла веру ребят короче я я в шоке я вот их смотрю я их читаю я просто понимаю насколько это люди без родины без флага которым абсолютно все равно она сегодня одну веру сменила на другую завтра штаны поменяет сменит еще одну веру на другую им вообще все равно и вы знаете вот просто без разницы но почему то себя что сраилка что ириха что сарафан считают такими знаете вот они лучше других это мы с вами спим мордами в салат да да представляете а они вот святые в рот не берущие не пьющие не курящие и матом не разговаривающие а мы когда слышали их маты видели их алкашку на столе видели как они курят причем не стесняясь делают это и потом рассказывают сказки что это детский контент да а слышали их маты да так что у нас уши в трубочку сворачивались поэтому закройте свои варюшки позорище ириха ты самая настоящая вот ты действительно просто позор таким как ты ужас ребят честно фу даже противно стало вот такое да а вы все еще не протрезвели ирих ты про себя говоришь ты видимо еще не протрезвела раз такое написала это было не так сказать кое-что до встречи вот это да это было не так сказать но